Часто действительно врачи говорят, что альтернативная медицина – это не научная медицина. Но возьмем такие примеры. Я буду говорить про онкологию, потому что это тема мне ближе. Известный ученый Ульвих Абель, который сделал очень системное исследование в 80-х годах о научной базе онкологии, в частности химиотерапии, пришел к заключению, что научная база химиотерапии – это научная помойка. В 70-х годах ученый и двукратный нобелевский лауреат Линус Паллинг, который сам провел исследование с онкологией, сказал, что научное обоснование современной онкологии – это научный подлог scientific fraud. Вот так он об этом вырвался. Также есть очень известный писатель и журналист Бен Калдакар, который выпустил две очень интересные книги. Одна называется «Плохая наука», другая «Плохая медицина». Он там провел очень тщательное расследование именно научной подоплеки многих самых главных методов лечения. И он пришел к выводу, что на 90% это тоже подлог. То есть эти вещи просто даже подумать о них страшно. Есть интересные исследовательские работы, что до 90% всех самых обычных, самых частых медицинских процедур не обоснованы научно. Опять же, если мы вспомним методы, которые медицина сравнительно недавно применяла, это и лоботомия, это и удаление волосяного крова на лице с помощью рентгена, что вызывало потом жуткие ожоги и рак. Врачи еще в 50-х годах рекламировали сигареты, говорили, что это хорошо для пищеварения. Периодически рекламируются определенные лекарства, которые потом оказываются жутко токсичными, которые убивают тысячи и десятки тысяч людей. Они потом снимаются, эти лекарства. А ведь все это какое-то время обосновывалось тоже научно. А теперь тогда посмотрим на натуральную медицину. Существует два самых известных медицинских архива, которые можно найти в интернете. Это pubmed.com и gridmedinfo.com, где собраны десятки тысяч работ, подтверждающих научность многих натуральных или альтернативных методов. И также удивительно сильное действие эффект многих натуральных веществ. Например, и кономиноидов, и куркумы, и джинджерола. То есть все это есть. Другое дело, что почему это не создает сенсацию, не попадает в газеты, но это уже как бы совсем другая история, как как раз это относится к другой реальности. То есть на самом деле научная база натуральной медицины намного сильнее, чем у официальной медицины. И здесь я хотел бы остановиться на некоторых примерах. Хотел некоторые примеры сделать. Что научная медицина, современная, она очень сильно, даже не то, что отстает, она очень сильно выбирает те работы, которые ее устраивают. Которые могут, так сказать, продвигать или поддерживать бизнес-формулу фарматутических концернов. Но некоторые самореволюционные открытия она совсем не учитывает. Например, уже несколько десятков лет существует такая наука эпигенетика, которая говорит о внешних и внутренних некоторых факторах, которые действуют на наши гены. Классическая медицинская наука считает, что наши гены это нечто герметичное и на них ничто не действует. Оказывается, что наши гены реагируют с окружающей средой в реальном времени. И когда мы это знаем и понимаем, что существуют различные факторы, которые могут влиять на работу генов, например, отключать работу плохих генов, скажем, онкологических генов, и включать работу противораковых генов. То это нам открывает целый новый спектр методов воздействия на свое здоровье и на болезнь. Основатель этой науки Брюс Липтон, он очень хорошо это рассказывает в своих лекциях и показывает примеры этого эпигенетического влияния. Так вот, современная наука, современная медицина это не учитывает, а это очень важный фактор, и люди могут это приметь в своем лечении. Например, когда человек должен поменять свою диету, когда у него серьезное заболевание типа онкологии, рекомендуется, чтобы он использовал в своей диете много живой пищи. Живой пищи, не нужно путать живую пищу с сыроедением. Сыроедение это всего лишь термически необработанная пища. Живая, которая еще живет, она еще вибрирует. И вот эти вибрации очень важны. Эти вибрации это и есть информация, которую наши гены, ДНК, молекулы могут считывать, которые из себя представляют антенну. И они могут считывать эти вибрации. Так вот, получается, что пища несет нам не только питательные вещества, но и информацию. У нас ведь такого отношения к пище нет у большинства людей. Всем привили отношение к пище как к калориям. Это совершенно неправильно. Главный состав пищи и тот факт, что она живая, что она может влиять на наши гены. То есть эпигенетический фактор практически не используется. Другой важный момент, то что медицина больше концентрируется на биохимических факторах регуляции физиологии. То есть апреллурно-химические препараты. Они эти препараты синтезируют, им это удобно, они могут получить на это патент. На самом деле биохимические факторы регуляции, они не самые эффективные, не самые быстрые, не самые сильные. Существуют биофизические факторы регуляции, на которые медицина обращает мало внимания. Иногда они используют эти факторы в диагностике, но в лечении очень редко. А натуральная медицина это учитывает. И к этим факторам можно что отнести? Это электромагнитные поля, это свет, свет солнца, который через фотоны опять же несет информацию нашим клеткам. Это могут быть колебания, механические колебания, звуковые колебания. То есть вот целый аспект, который медицина не рассматривает, потому что это сложно контролировать, сложно запатентовать. Но это самое последнее достижение науки. Клетки быстрее на это реагируют. На их поверхности есть рецепторы для реагирования в воздействии этих факторов. Кстати, у нас есть очень хорошая серия статей нашего коллеги и ученого Андрея Мартишева-Поклад, который называется «Протокол вскрытия», где он об этом рассказывает в деталях очень интересной статьи. Следующий момент, на который хотел бы обратить внимание научно, где мейнстрим наука отстает, это то, что уже есть серия научных работ, которая говорит о том, что наши соматические клетки могут передавать генетическую информацию гонадам, то есть половым клеткам. Это считается вообще табу в классической генетике. Такого не бывает. На самом деле доказано, что это происходит именно так. Почему об этом замалчивает медицина? Потому что она хочет оставить за собой право генетически модифицировать эмбрион, что уже делается. А на самом деле человек может делать сам. На самом деле ламаркизм жив. Ламарк говорил, что живые существа наследуют приобретенные факторы. Что потом дарвинисты, точнее неодарвинисты стали категорически с этим бороться. Сейчас доказан механизм, как это происходит. Из соматических клеток маленькие органеллы, которые называются экзосомы, они могут нести эту информацию прямо в гонады, и эта информация будет встраиваться в геном человека. Получается, что человек сам может действительно, если не дизайнировать своего ребенка, то по крайней мере очень серьезно на это повлиять. Его образ жизни, образ питания, образ мышления, уровень интоксикации организма. Все это будет сказываться на ребенке. Вот почему часто бывает так, что у музыканта рождается сын с хорошим слухом, он продолжает его дело, у спортсмена спортсмен. То есть, в принципе, как раз это есть в действии. То есть, понимая это, люди бы действительно сами могли задумываться о своем потомстве еще задолго до того, как они соберутся иметь ребенка и сделать такого ребенка, которого бы они хотели, без того, чтобы прибегать к моменту. Пожалуй, самый последний, самый свежий в мире науки – это горизонтальная передача генетической информации. Оказывается, что различные виды живого не только организма, но и растений способны передавать генетическую информацию друг другу. Этим самым они налаживают связь в реальном времени со всем живым. Не только в какой-то определенной зоне, но и вообще на планете. И этот механизм связан с маленькими такими органеллами, называются микро-RNA, то есть, римонуклеиновая кислота, маленький кусочек, который не поддается перевариванию, и он может усваиваться через кишечную стенку, встраиваться в клетку и там менять ее геном. Тоже очень важный фактор. То есть, получается, что когда человек попадает в какую-то среду, если он начинает контактировать с этой средой, он получает информацию, необходимую ему для нормального, здорового существования в этой среде. Опять же, медицина совершенно не обращает внимания на этот механизм, а именно этот механизм и объясняет вот эту адаптацию человека к среде и его здоровье. Это очень интересные моменты. Ну и последнее, на что хотел бы обратить внимание, это на то, что все большую роль сегодня играет так называемый микробиом или кишечная микрофлора. Даже официальная медицина начинает это признавать, но очень-очень медленно. А роль этого микробиома, она просто колоссальна. То есть, я кишечную микрофлору называю амикробиом. То есть, у нас в кишечнике примерно 100 триллионов различных микроорганизмов. Для сравнения, наш организм – это примерно 10 триллионов клеток. У каждого этого микроорганизма, который живет в нашем кишечнике, у него своя функция, своя вибрация, свой геном. И получается, что эта кишечная микрофлора влияет на различные функции нашего организма сильнее, чем даже клетки нашего организма. Вот почему это очень важно. Получается, что мы из себя представляем царство организмов. То есть, наш организм – это не просто совокупность наших клеток, а именно царство организмов. И поэтому, если в нас находится в 10 раз больше других организмов, мы должны об этом думать. Кто в нас? Что эти организмы делают? Какого они качества? А что-нибудь голословным скажу просто функции, которые делает этот микробиом. В первую очередь, он дает нам генетическую информацию. Что такое микробиом? Это мы руки не помыли с грязных фруктов, или просто мы что-то вдохнули. Это бактерии, которые заселяются в наши кишечники, и они делятся с нами информацией генетической, которая помогает нам адаптироваться. Дальше этот микробиом может отчинить стенки кишечника. А со временем в кишечнике могут происходить воспаления, появляются так называемые дырки, через которые проходят более крупные части пищи, на них реагирует иммунитет, это все вызывает различные иммунные реакции. То есть он чинит иммунитет. Следующая очень важная функция – это синтез нейротрансмиттеров, то есть синтез веществ, на которых работает наш мозг. Если у вас недружественная микрофлора, это будут неправильные нейротрансмиттеры. Мозг будет работать в черно-белом диапазоне. То есть фильтр, через который вы смотрите на реальность, он будет черно-белый. Человек будет более депрессивный, он будет более пессимистичный, он будет более агрессивный, у него будут более материальные ценности в жизни. Это все связано с микробиомом. Если микробиом дружественный, хороший, все наоборот, человек будет оптимистичен, у него будет творческий подход к жизни, более духовные цели. Далее, микробиом играет очень важную роль в детоксикации организма. Что интересно, за последние годы появляется очень много токсинов, связанных с нашей современной жизнью. Один из самых плохих тяжелых токсинов, например, бисфенол-Эйка, который находится в пластике, или парабены фалаты, которые находятся в средствах личной гигиены. Это очень сильные ксеноэстрогены. Они сбивают наш естественный гормональный баланс и являются сильными канцерогенами. Так вот, наша печень не может их деактивировать. У нее нет для этого ферментов. А вот микробиом может. То есть он помогает печени это делать. Следующая очень важная функция. Микробиом может синтезировать вещества, которые медицина считает незаменимыми. То есть есть незаменимые аминокислоты, есть незаменимые жирные кислоты, витамины. Оказывается, что наш микробиом может это делать. Возьмите примерно это буддийские монахи, которые питаются только рисом. Плошку риса съедают в день. И попробуйте им сказать, что у них там не хватает B12 или не хватает аминокислоты. Это может быть самые здоровые люди на Земле. Но из-за того, что они живут в очень хороших условиях, они прекрасно справляются с стрессом, они постоянно медитируют, там очень чистая экология. У них здоровый микробиом, который из вот этой скудной пищи может синтезировать все, что им необходимо. И последний считает, что микробиом ответственный за 80% иммунитета нашего. Вот такие функции у микробиома. Кстати, уже есть интересные наработки, что определенными видами бактерий лечат определенные заболевания. Например, есть бактерии, которые используют для лечения эпилепсии, шизофрении и некоторых бактериальных инфекций. То есть это лечат не антибиотиками, а специальными пробиотиками. То есть вот такая огромная важная роль у иммунитета. Если иммунитет неправильный, это не только будет сказываться на том, как человек себя ведет, но это будет сказываться и на здоровье человека. И это может очень серьезно повлиять на возможность развития онкологии. Поэтому при натуральном подходе к лечению болезней обязательным моментом в комплексе должна быть замена микробиома на здоровый дружеский микробиом. А, например, антибиотики, вакцины, химиотерапии, они убивают микробиом. То есть вот настолько это важный аспект лечения, который, в общем-то, официальная медицина недооценивает.